Как добавить YouTube и различные приложения для просмотра фильмов прямо на вашу магнитолу в вашем автомобиле? Или как сделать проводной CarPlay беспроводным? В этом видео покажу вам устройство CarLink Kit TV Box, на котором установлен Android и который вы можете использовать в вашем автомобиле. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Вначале быстрая распаковка. Внутри мы найдем коробок, который несет себе весь функционал Android TV приставки, плюс беспроводной CarPlay или Android Auto ваш автомобиль. Тут есть слот под microSD или под симку, чтобы у вас был всегда интернет. Плюс есть один USB Type-C и один стандартный USB, через который вы сможете подключить какие-то ваши дополнительные устройства или тот же телефон для подзарядки. Плюс есть провод HDMI, то есть вы эту историю можете не в машину подключить, а прямо к вашему телевизору, чтобы по итогу получить ТВ приставку, которая будет работать у вас дома, а не в вашем автомобиле. Так что применить этот коробок можно как дома, так и в автомобиле. Дальше в коробке есть несколько типов проводов, которые нужны для подключения. В общем, все сделано для максимального удобства, чтобы забрали коробок из магазина или из почты и сразу начали использование. Это мы сейчас и проверим. Берем комплектный кабель и подключаем приставку к магнитоле. Видим, тут загорается интерфейс данной приставки и, соответственно, появляется Android. Как я говорил чуть ранее, это по сути ТВ-бокс, то есть вы тут можете смотреть любые фильмы, тот же самый YouTube, вы никак не ограничены, потому что по сути это Android, который теперь будет на вашей магнитоле. Тут есть Google Play, вы можете спокойно зайти в настройки вашего телефона, раздать интернет и подключиться через Wi-Fi в настройках к вашему телефону. Таким образом у вас интернет будет прямо на магнитоле вашего автомобиля. И дальше вы можете делать все, что угодно. Скачивать приложение из Google Play. Это могут быть как игры там какие-то, так и сторонние приложения для просмотра чего угодно. Плюс тут есть YouTube, для проверки зайдем в сам клиент и можете видеть, он отлично работает. Никаких проблем, что там что-то зависает или что-то не получается, нет. Ну и в целом тут вопрос только в том, какая у вас магнитола, то есть насколько она качественная. Но сами можете видеть, все отлично работает и таким образом вы можете YouTube добавить в магнитолу вашего автомобиля. Но только будьте аккуратны за рулем, следите за дорогой. Еще такой момент, так как тут есть слоты расширения для microSD-карт, плюс у вас есть USB Type-C и обычный USB, вы спокойно можете вставить флешку, на котором уже будет какой-то контент, видео, музыка, неважно. И через этот коробок вы сможете спокойно это все воспроизвести и просмотреть прямо на магнитоле вашего автомобиля. В дальних поездках это очень крутое решение, которое даст вам развлечение в момент дороги. Еще если в вашем автомобиле есть несколько дисплеев, вы можете, используя HDMI кабель, расширить экран приставки на несколько дисплеев. Для этого в настройках выбираем HDMI настройки и включаем HDMI switch. И после этого на втором дисплее у вас появляется картинка с данной приставки. Таким образом вы можете спокойно смотреть различные шоу на втором экране, использовать второй экран, который будет тянуть информацию с вашего коробка. То есть все ваши приложения, которые есть, будут, получается, работать на два дисплея. И опять же, если у вас есть дети или кто-то едет сзади и у вас есть второй дисплей, то таким образом одним этим коробком вы решаете вопрос показа различного контента на два экрана, которые есть в вашем автомобиле. Железо у данной приставки отлично. Стоит восьмиядерный процессор Qualcomm, имеется 4 или 8 гигов оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, которую вы выберете. Также имеется встроенная память на 64 или 128 гигов. Плюс расширить память можно, используя флешку. И также можно вставить сим-карту, чтобы иметь доступ к интернету сразу прямо на приставке. Функции Wi-Fi, Bluetooth, это тут все, разумеется, есть. Плюс поддержка вывода 4К изображения, например, на телевизор через HDMI. И получается, коробок реально заряжен. По ссылке в описании можете посмотреть подробные характеристики и там же заказать данный продукт. После всего сказанного и всех возможностей данной приставки, которая дает вам и YouTube, и различные медиа-сервисы, не знаю, насколько актуален CarPlay. И он тут, кстати, есть. Если в вашем магнитоле есть проводной CarPlay, используя данную приставку, вы его сможете сделать беспроводным. То есть телефон будет подключаться к этой коробке. И, соответственно, вам не нужно будет держать телефон на зарядке или доставать из кармана, чтобы подключать. Все будет работать через коробок. Через Bluetooth и Wi-Fi телефон подключается к коробку. И у вас есть CarPlay, который выглядит точно так же и работает точно так же, как проводной. На самом деле, беспроводной CarPlay это очень удобно. Не понимаю, почему производители экономят какие-то 150 долларов и не ставят сразу беспроводные варианты CarPlay во все магнитолы, где есть проводной. Так что, ребят, коробочек очень полезный. Его можно использовать как в машине для медиа-контента и того же CarPlay, так и дома вместе с телевизором, получив таким образом умный телевизор. В общем, ссылка на этот продукт, как я и сказал, есть в описании. Там можете подробно ознакомиться с характеристиками, со стоимостью и сразу заказать к вам домой, потому что это всем привычный Али. На этом все. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх. Также пишите в комментариях вопросы. Если они у вас есть, постараюсь ответить и помочь разобраться. Также подписывайтесь на канал. Пока!